Спасибо всем вам за то, что вы пришли сюда на мастер-класс. Это потрясающее мероприятие, и для меня большая честь быть организатором этого мероприятия. Это потрясающее мероприятие для вас. Так что спасибо вам всем за то, что вы здесь и делаете все это возможным, потому что это для вас. Так что мы собираемся продолжить и приступить к работе сразу после этого. Общая оговорка – добро пожаловать на официальную презентацию «Мы все Сатоша», посвященную второй модели партнерского маркетинга. Приветствую всех докладчиков. Мы предоставляем свои услуги на добровольной основе. Их взгляды и суждения не обязательно отражают точку зрения организации. Хотя мы стремимся к точности, возможны ошибки. Весь контент предназначен исключительно для информационных целей. Предоставленная информация носит общий характер, а не является индивидуальным советом. Мы не несем ответственности за какие-либо убытки. Мы предоставляем информацию и системы, но не одобряем никаких покупок членства. Решения принимаются только вами, поэтому мы рекомендуем провести тщательное исследование. Если вы не уверены, обратитесь за советом к квалифицированному специалисту. Участники принимают эти условия, продолжая работу. Давайте рассмотрим партнерский маркетинг осторожны и с любопытством. Юридическая оговорка. Вы смотрите официальную презентацию VROL Satoshi, посвященную второй модели партнерского маркетинга. Все продукты, услуги, их составные части, методы работы и системы, предоставляемые или созданные VROL Satoshi, принадлежат исключительно VROL Satoshi. Все IP-адреса защищены. Любой, кто копирует, распространяет или перепродает любой продукт VROL Satoshi без специального разрешения, рискует столкнуться с серьезными юридическими последствиями. Любая несанкционированная трансляция презентации VROL Satoshi в прямом эфире или в социальных сетях строго запрещена. Загрузка и повторная загрузка презентации без разрешения нарушает закон об авторском праве и может привести к юридическим последствиям. Превосходно, превосходно. Спасибо вам. Отлично, готовлюсь снова приступить к работе. Я ценю, что вы здесь, потому что я так взволнован возможностью представить главного тренера. Мужчину, кто работает в этой отрасли уже довольно давно, кто разбирается в данном конкретном проекте и знает его вдоль и поперек. И он передает информацию таким образом, чтобы она была удобо варимой и вы могли ее понять. Поэтому, пожалуйста, прямо сейчас возьмите ручку и бумагу или блокнот, чтобы вы могли сделать несколько заметок. Трэшит, родом из Индии, является генеральным директором Dream Billings. Одна вещь, которая мне в нем нравится, и пара вещей, которыми я восхищаюсь в нем, это то, что он инженер. И он основал Dream Billings и продолжает это с единомышленниками в создании организации, ориентированной на осознавая эти миллионы, он верит в обучение. Считает, что обучение помогает зарабатывать. И именно поэтому он здесь, чтобы научить вас сегодня. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам. Большое вам спасибо за то, что вы здесь. Спасибо вам, Брюйс. Не могли бы вы просто подтвердить мои слова? Запись продолжается. Все ли мои аудиовизуальные эффекты понятны? Все в порядке, спасибо вам. Сегодня у нас полный зал. Это самый высокий показатель посещаемости нашего мастер-класса. Так что большое вам спасибо за участие в этом эксклюзивном мастер-классе. Но я знаю, я знаю, почему вы все здесь собрались. Вы здесь для того, чтобы получать последние новости. Позвольте мне быстро поделиться новостями о Бумеранге. Как будто мы уже передали их руководству. Вы знаете, что Чавес уже получил аудиторские отчеты. И в этом аудиторском отчете содержались некоторые рекомендации по объявлению смарт-контракта. И мы выполнили эти объявления. И Чавес отправил отчет обратно вместе с объявлениями, и он ждет, когда аудиторы дадут свое окончательное подтверждение. И до тех пор, пока мы не получим окончательного подтверждения от аудиторов, мы не сможем выйти в эфир. Так что на данный момент мы ждем окончательного подтверждения от аудиторов относительно предложенных ими усовершенствований, направленных на улучшение смарт-контракта. Так что до тех пор, пока мы этого не получим, мы не сможем начать работу в режиме реального времени. По этой причине Чавес официально обратился к руководству, он уже выразил свое сожаление, а также попросил подождать пару дней, пока мы получим отчет от аудиторов. И мы начнем работу в режиме реального времени. Так что нам придется подождать бумеранга. Но теперь, когда вы уже готовы к этому мастер-тренингу, позвольте мне помочь вам понять экосистему, которую мы создаем. Поэтому я постараюсь сделать этот семинар максимально простым и понятным, и мы поможем вам разобраться во всей экосистеме. Итак, очень скоро мы начнем презентацию мастер-класса на тему «Мы все» – Сатоша, BTC и Бэнк. Так что позвольте мне представить вас. Вы все знаете, что Чавес – разработчик. Он и есть создатель. Он и есть мастер. Он является владельцем компании «Мы все» – Сатоши и Кода Биткоина, а также технологическим партнером «Бумеранг». Он находится в своем удивительном путешествии, чтобы изменить или революционизировать всю партнерскую индустрию, а также стать эталоном в области криптографии и блокчейн-технологий. Так что же именно он делает? Он создает экосистему, экосистему под названием «Мы все» – Сатоша. И с помощью этой экосистемы он внедряет различные технологические продукты, а также некоторые другие продукты, которые расширят возможности использования этих продуктов. И таким образом будут способствовать росту сообщества, его устойчивому развитию, а также для того, чтобы помочь этой экосистеме расти. Итак, сегодняшние темы тренинга будут следующими. Мы просто дадим вам обзор того, что мы продолжим на последнем семинаре, который мы провели. В частности, мы рассмотрим функцию замены моста, как купить биотопливо, расчеты БДК и бонусные главы. Итак, на прошлом семинаре мы рассказали о партнерском маркетинге VROL Satoushi 20. И это, это, это всегда будет нашей центральной торговой площадкой. Всегда. Это похоже на Amazon или на крипто и блокчейн технологии, где они будут продолжать внедрять технические продукты, которые являются абсолютно децентрализованной или, возможно, каким-то образом связанной с крипто и блокчейн индустрией. И благодаря этому мы продолжим создавать наш бизнес-пакет и развивать нашу экосистему. Таким образом, партнерский маркетинг 20 – это наша торговая площадка, и это всегда будет нашим центральным проектом, который объединит всех участников экосистемы. Теперь в этой экосистеме у нас есть партнерская модель. Это означает, что у нас есть продукты, которые мы можем продавать, выводить на рынок и направлять в другие каналы. И благодаря этой продаже цифровых продуктов мы можем получать преимущества или индивидуальные выгоды от продукта как клиенты, а также партнерские комиссионные запродажи. Итак, покупайте и продавайте подписки и лицензии, которые могут дать вам преимущество. У нас есть реферальная программа, которая может приносить вам комиссионные, бинарная бизнес-модель, у нас есть прямые продажи в размере 5%, соответствие бизнесу в размере 10%, ранги, награды, признания, а затем ежемесячные вознаграждения в пуле. Все было разработано таким образом, чтобы сделать этот проект «Мы все, Сатоши, очень-очень устойчивым». У нас уже есть сообщество из 80 человек, и то, что Шариат упомянул в последнем звонке Zoom, он нацелен на 500 человек сообщества примерно через 3 следующих месяца. И я совершенно уверен, что с такими продуктами, как бумеранг, с такими продуктами, как БДК, мы достигнем этого очень скоро. Просто представьте, что 500 человек процветают в экосистеме с отличными и красивыми продуктами, приносящими пользу. Это то, чего мы собираемся достичь в ближайшие месяцы. Так что, если говорить о продуктах быстрого приготовления, я просто дам вам очень краткий обзор. То есть у нас есть первая из всех, мы внедрили наш собственный блокчейн в октябре 2023 года. И вместе с этим мы внедрили эксклюзивную 140-летнюю программу майнинга. Таким образом, мы внедрили наш код NFT20MILOS. Эти MILOS облегчают функцию майнинга в нашем блокчейне. И с помощью этого вы можете майнить нашу родную монету, которая стоит 140 тк. Так, в течение 140 лет, следующим продуктом, который мы представили, были наши пакеты ноутс. Было выпущено 300 пакетов по колоссальной цене, 27 долларов с минусом, но они все равно были распроданы. Почему? Потому что у них есть свои преимущества. Они дают вам БДК, предварительно добытый БДК, на каждую вторую покупку. И это похоже на разовую инвестицию в течение всей жизни. Это может принести вам вознаграждение за майнинг БДК в качестве узла до тех пор, пока активна интеллектуальная цепочка BDC20. Затем у нас есть бумеранг, который будет запущен, возможно, через день или два, когда мы завершим запуск МФП. И в экосистему будет добавляться все больше и больше продуктов. Так что давайте вкратце ознакомимся с этим продуктом под кодовым названием 20 майнеров, 140 лет работы горнодобывающего предприятия. Каждый майнер отличается с точки зрения своей технической оснащенности, не так ли? У каждого майнера есть своя собственная мощность хэширования и норма расхода топлива B, с помощью которой определяется стоимость майнинга. Стоимость этих НФТ варьируется от 50 долларов до 5 долларов с нулем. Вы можете начать свое путешествие длиной в 140 лет с одной НФТ или нескольких упаковок НФТ. И таким образом вы сможете получить ТК из ежедневного запаса. Теперь БДК – это нативная монета нашего собственного блокчейна. И у нас есть ежедневный запас БДК почти в 7200 единиц каждый день. И все люди, которые начинают свой путь в майнинге с любого ВИДНФТ, каждый день получают БДК из этих 7200 единиц. Представьте, что вы вернулись в 2009 год и с тех пор добываете биткоин. И сегодня этот биткоин стоит 66 долларов с нулевой ставкой по состоянию на сегодняшний день. Таким образом мы находимся на точном пути развития биткоина. И с помощью этого майнинга БДК мы собираемся достичь того, чего биткоин достиг исключительно успешно. Таким образом, это первый продукт, который у нас есть в цифровом виде. Они доступны исключительно на сайте VROL Satoshi. Затем мы выпустили пакеты ноутс. Узлы в нашем блокчейне – это очень-очень важный компонент блокчейна, потому что он записывает всю историю транзакций в блокчейне. В любом блокчейне может быть только один узел, и блокчейн может быть функциональным. До тех пор, пока блок, являющийся узлом, функционирует, блокчейн будет живым и существующим. Таким образом, для создания блокчейна требуется только один узел. Но мы выпустили 300 пакетов. Это означает, что наша интеллектуальная цепочка BTC-20 никогда не исчезнет. Она никогда не сможет закрыться, потому что так или иначе, один узел может поддерживать этот блокчейн. И пока блокчейн активен, каждый узел подписывается и получает вознаграждение в размере ТК каждые два дня. Если мы подсчитаем эти вознаграждения, то получится, что за каждую подписку на узел, купленную по цене 27 300 долларов, было выпущено 656 ТК. И они абсолютно распроданы. 54 ТК каждый месяц. Сейчас самое лучшее – это то, что это предварительно добытые ТК. Это означает, что вам не придется оплачивать расходы по сбору урожая. Это означает, что любой полученный вами ТК вы можете использовать в качестве вознаграждения за узел и продавать его непосредственно на рынке. Таким образом, ежемесячно вы получаете 54 БДК, а учитывая существующий курс ТК, это 62 к 12. Таким образом, вы уже почти полностью обеспечены за первый год обучения. И после этого, какие бы инвестиции вы ни вложили, вы получите обратно все, что вам причитается, это как вознаграждение. И это похоже на вознаграждение, которое вы будете получать до тех пор, пока активен блокчейн БДС-20. Так что представьте, что вы получаете это не только для себя. Это похоже на то, что вы передаете это следующему поколению, потому что наш блокчейн имеет программу майнинга, рассчитанную на 140 лет. Так что это похоже на пассивный доход для будущих поколений. И инвестиция была сделана всего один раз, 27 долларов с нулевым результатом, на этот раз, и дело сделано. Вы продолжаете получать БДК каждые два дня в течение своей жизни, в течение жизни вашего следующего поколения, верно? Так что это очень хорошая возможность, которая появилась пару месяцев назад. Но на данный момент они полностью распроданы. Но скоро будут выпущены следующие пакеты узлов. У Чавеса есть планы, и он выпустит их очень скоро. И они будут доступны не менее чем за 54 доллара с минусом, и я уверен, что даже при этом они будут полностью распроданы. Итак, это был наш второй продукт. Наш третий продукт Бумеранг, который похож на платформу для арбитражной торговли. И то, что Чавес недавно упомянул об этой платформе, это очень-очень исключительная и очень-очень выгодная платформа, которую мы собираемся внедрить в арбитражную торговлю. Лицензии на Бумеранг доступны исключительно на VR или Сатоуши. И опять же, это часть партнерской системы. И это принесет очень много партнерских комиссий и очень большой доход с точки зрения бизнеса, потому что это очень-очень исключительный продукт. Просто представьте себе лицензию Бумеранг, срок действия которой может истечь, возможно, через пару дней, и люди будут продолжать повторно подписываться. И благодаря этому у каждого будет огромная возможность претендовать на максимальную партнерскую комиссию, а также получать вознаграждение за счет прибыли от арбитражной торговли. Платформа Интерфейс IEUX все было сделано настолько простым, что даже любой человек, не имеющий каких-либо знаний или опыта работы, назанимаясь арбитражной торговлей, они все равно смогут претендовать на прибыль от Бумеранга. Бумеранг – это одна из лучших и самых эксклюзивных возможностей, доступных сейчас в криптопространстве. Так что если вы все еще не получили свою лицензию, пожалуйста, обязательно сделайте это, потому что мы вот-вот выпустим финально вам в Бумеранг. Все в порядке. И лично вы, как клиент, можете претендовать на получение прибыли от торговли. Вам не нужно заходить на партнерские сайты. Но если вы заходите на партнерские сайты, это может приносить постоянный доход при создании команды даже без новых продаж. Потому что только представьте, если вы пригласите пару человек, и они продолжат покупать вашу подписку, потому что так и будет, они исчерпают свои подписки. Потому что очень скоро достигнут потолка прибыли в два раза больше. Скоро они продолжат переподписываться. Так что это будет продолжать приносить вам партнерские комиссионные. Это очень ограниченная возможность. Пожалуйста, приобретайте лицензии как можно скорее. Что касается наших следующих продуктов, Чавес уже упоминал, что он сотрудничал с нашим банком и получил официальное разрешение на окончательные банковские услуги. И благодаря этому мы сможем запустить нашу собственную криптодебетовую карту. И это будет совершенно исключительный продукт, потому что мы будем зарабатывать на криптовалютах. Что если, как вы знаете, с Бумеранг и ПТК не будет ограничений на то, что вы заработаете. Но у вас также не будет ограничений на то, куда вы можете потратить с помощью этой криптодебетовой карты. Везде, где есть карты Мастеркард и Виза, они будут доступны. Я имею в виду, что они могут привязать где угодно, где они могут поменять карты Мастеркард и Виза, и мы сможем получить доступ к этой криптодебетовой карте. И Чавес подтвердил, что большинство вещей на криптодебетовой карте уже есть, возможно мы сможем выпустить ее в ближайшее время. Кроме того, мы запускаем еще одну торговую платформу, ориентированную на индексную торговлю, которая будет начинаться с очень низкого размера заявки. Это будет еще одна возможность для всех претендовать на большую прибыль. Таким образом мы пытаемся создать экосистему, в которой мы будем предоставлять отличные децентрализованные продукты и услуги. И с помощью этого мы создадим экосистему, которая будет устойчивой для сообщества численностью более 500 человек. У нас есть, мы также работаем очень, очень быстро. Мы собираемся запустить альткоины и средние монеты в смарт-цепочке BDC20. Таким образом, даже если говорить о добыче полезных ископаемых, а также о ценовом значении и повышении стоимости БДК, мы собираемся добиться огромных успехов. А также о партнерском маркетинге 30. Мы будем регистрироваться так же, как мы зарегистрировали DAO, и мы также движемся к децентрализации партнерской индустрии. И очень скоро мы увидим масштабирование цен на ТК, потому что многие, очень многие продуктовые проекты будут реализованы на смарт-цепочке BTC20. Скоро будет анонсирована даже вторая партия узлов. Так что в виртуальной реальности появится множество возможностей для всех Сатоша. Пожалуйста, следите за тем, чтобы оставаться в курсе событий в этой экосистеме и получать выгоду от всех продуктов. Эти продукты будут включать в себя, как вы знаете, децентрализованные программы, децентрализованные платформы и криптодебетовые карты, такие как коммунальные карты. И, как вы знаете, множество возможностей. Чавес также упомянул, что он мог бы представить что-то связанное с недвижимостью, и у него есть много идей, к которой он собирается интегрироваться. Ну, вы понимаете, тем или иным способом в экосистему или в наш блокчейн. Так что просто следите за новостями. Вам больше никуда не нужно идти. Это все равно, что наконец-то вернуться домой. Это все равно, что воспользоваться возможностью и оставаться там, постоянно получая прибыли, улучшая свой образ жизни. Так вот, мы все Сатоши, и пожалуйста, убедитесь, что вы придерживаетесь этого принципа. И слава богу, что бумеранг отложен, потому что это дало многим людям время для самоанализа, чтобы снова вернуться к какому-нибудь дерьмовому проекту, а затем снова потерпеть неудачу. Мы знаем, что у нас есть. Возможности в крипто- и блокчейн-пространстве, к которым мы вернемся в этом году, сократившимся вдвое. Сейчас мы находимся в году, когда биткоин сократился вдвое. Так что это даст исключительную выгоду для создания криптопортфолио. Посмотрите, о чем мы всегда мечтали. Бумеранг создаст денежный поток для всех. БДК создаст стиль жизни для всех. Итак, то, к чему вы всегда стремились в области криптотехнологии или, возможно, возможностей блокчейна, вы получите прямо сейчас в индустрии VR-л Сатоши. Извините, в модели партнерского маркетинга. Так что следите за новостями, следите за обновлениями, следите за тем, как вы активно подаете заявку. Подавать заявку не обязательно, а подключаться к активной подаче заявки необходимо. Найдите подходящего наставника, который сможет направлять вас и вести за собой. Мы также пытаемся внедрить корпоративный подход во всю эту экосистему. Мы собираемся внести множество изменений в систему обучения, и вы знаете, как система функционировала до сих пор. Все просто ждут, даже включая шаф, все просто ждут запуска Paman, и это произойдет очень скоро. Все в порядке. Итак, мы очень быстро подошли к первой теме, которая заключается в том, что мы все являемся Сатоши. Я помогу вам разобраться с мостом и функциями нашего приложения для майнинга BDCBDK. Так что позвольте мне познакомить вас с приложением для майнинга. Это наше приложение для майнинга. На своих последних мастер-классах я уже объяснял, как работает все это приложение. Здесь у нас есть одна функция, которая называется Bridge. Таким образом, Bridge – это практически передача монеты одной и той же монеты из одного блокчейна в другой. Мы все знаем, что у нас разные версии от, верно? Именно от. Итак, есть от ТРЦ-20, затем есть и ОРГ-20, затем есть БИП-20, а затем у нас также есть собственный блокчейн BDC-20. Я надеюсь, вы все это знаете, не так ли? Итак, если вы хотите перевести ТРЦ-20 от ТРЦ-20 напрямую в ОРГ-20 или БИП-Ф-20 и БИП-ДИС-20, это не может произойти напрямую, потому что протоколы блокчейна отличаются. Так вот, для этого вам нужен Bridge. Итак, как следует из названия, мост практически в реальной жизни используется для соединения двух берегов с двумя концами, не так ли? Так вот, здесь также мост используется для соединения двух блокчейнов и передачи одного и того же актива по двум блокчейнам. Таким образом, у нас есть функциональная функция моста в нашем приложении для майнинга. Итак, мост В, мост В, что это значит? Это означает перевод от строн блокчейн ТРЦ-20 на наш собственный блокчейн BDC-20. Так что это означает, что мы удалим и это тоже. Итак, это функция Bridge-in, которую я собираюсь объяснить сегодня. Таким образом, с ее помощью вы сможете привлечь новые средства. Если вы хотите купить BDC прямо сейчас, то он стоит 62 доллара. Я думаю, сколько это стоит. Сейчас он стоит 62 доллара. И вы увидите, что примерно через 2-3 месяца он превысит трехзначную цифру. Так что если кто-то захочет инвестировать напрямую в биткоин, он может воспользоваться функцией Bridge-in, привлечь новые средства и купить напрямую BDK. Даже для сбора урожая многим, очень многим людям потребуются средства для сбора BDK, независимо от того, что они заявляли в майнинге. Это ведь ваше дело в майнинге, верно? И это всего лишь второе место. Итак, это те самые BDK, которые мы потребовали из ежедневного запаса. Теперь, если мы хотим их вывести, нам нужно оплатить сборы в BUL. А что вам потребуется для того, чтобы купить BUL? Вам понадобятся доллары США, не так ли? Так что для этого вам также потребуется функция Bridge-in-Fitcher. Итак, для создания моста вам понадобятся два кошелька. Один из них находится там, где у вас есть, вам нужно перевести ад, а другой – кошелек MetaMask, на котором у вас есть смарт-цепочка BDC20. Так что все, что вам нужно сделать, это подключить кошелек Tron, и в кошельке Tron у вас должно быть два актива. Одним из них является TRX для оплаты за газ в блокчейне Tron, а также ад, который вы хотите перевести. Все в порядке. Итак, для оплаты сборов у вас есть дрекс для перевода, у нас есть ад. И знаете, просто запомните, что всякий раз, когда вы будете переводить сумму в долларах США, блокчейн будет взимать плату в размере 3%. Все в порядке. Так что если вы отправляете 100 долларов США, до вас дойдет только 97 долларов. Так что просто запишите, что 3% – это плата за переход, которая будет вычтена в долларах США. Все в порядке. И конечно же TRX, блокчейн Tron, будет взимать свои собственные сборы за перевод активов. Так что здесь также будет взиматься плата в размере почти 31 или 36 тронов. Но вы можете уменьшить эти сборы, используя функцию NG, которую мы объясняли на последнем тренинге. Таким образом, кошельки Tron специально оснащены функцией экономии энергии и пропускной способности. Так что если вы хотите избежать или если вы хотите платить меньше за газ в транс, вы можете покупать энергию и для этого у вас есть этот веб-сайт. Я очень быстро делюсь ссылкой в окне чата. Итак, вот ссылка на веб-сайт, где можно купить Tron Energy. С ее помощью вы сможете снизить плату за использование Tron. Так что давайте сделаем перевод. Мне жаль, но давайте переведем 10 долларов США с Tron на смарт-цепочку BTC20. Итак, от с блокчейна Tron на блокчейн BTC20. Итак, в поле «Отправить по адресу» вам нужно указать адрес вашего кошелька Metamask. Так что мы разместим адрес нашего кошелька Metamask здесь. И да, он был указан. И мы посмотрим, мы запишем, сколько долларов США у нас есть. Итак, на нашем кошельке Metamask 121,25 доллара США, у нас есть 121,25 доллара США. Хорошо, и что мы делаем, так это переводим 10 долларов США с TRX на BTC20. Итак, теперь мы подключили наш кошелек Tron. Мы разместили адрес нашего кошелька Metamask на этом сайте. Теперь давайте нажмем на эту кнопку. И как вы можете видеть, требуемая плата за газ составляет 32 TRX. Требуемая плата за газ в блокчейне Tron составляет 32 TX. Таким образом, это почти 3 доллара. Почти 3 доллара, но вы можете снизить эту плату, покупая энергию на этом веб-сайте. Теперь для одной транзакции вам потребуется почти 64 доллара энергии. Так что если вы используете кошелек Tron и вам нужно совершить несколько транзакций, поэтому плата за газ очень высока, вы знаете, 3 доллара за каждую транзакцию это очень дорого. Очень высоко. Итак, что вы можете сделать, так это рассчитать для каждой транзакции 64 тысячи 60-4 тысячи энергии. И выбрать продолжительность, насколько вы хотите сохранить эту энергию. Может быть 1 час, может быть 3 часа, может быть 1 день, может быть 3 дня. Я выберу 1 час, потому что нам нужно всего лишь выполнить одну транзакцию. Вы также можете снизить цену. Теперь вы можете видеть, что цена составляет всего 6,72 докта икс. Таким образом мы купили энергию за 6,2 TRX. Извините. Так что это и есть 3,72 TRX, извините. Вот сколько мы платим за покупку энергии стоимостью 64 тысячи долларов. Мы еще раз подтверждаем оплату. Хорошо, теперь мы проверим наш указанный кошелек. Хватит ли у нас энергии? Да, у нас есть 64 доллара с нулевым запасом энергии. А теперь мы перейдем к бриджу. Сейчас мы проверим, сколько требуется фазы. Итак, мы снова нажмем на эту кнопку. Кошелек TRX подключен, у него есть адрес кошелька MetaMask. Давайте нажмем кнопку Bridge. И теперь вы увидите, что это всего лишь 5,54 TRX. Таким образом, плата за газ снизилась с 32 TRX до 5,54. Таким образом, в общей сложности, если вы посмотрите, это всего лишь 1212 TRX, почти как доллар или может быть меньше доллара, верно? Таким образом, таким образом вы можете снизить комиссию за показанный блокчейн. Давайте войдем в систему. И теперь транзакция будет отправлена, а ад с блокчейна TRX будут переведены на наш блокчейн BTC20 Smart Chain. Итак, какое количество ад у нас было? У нас было 121,25. Мы подождем некоторое время, пока транзакция завершится, и обновим ее. Итак, теперь вы можете видеть, что ад равен 130,95. Итак, 130,95 минус сколько? 121,25. 121,25. Итак, 9,7. Итак, мы перевели 10 ад, но сколько дошло сюда? 9,7. Это означает, что 3% от ад будут взиматься в качестве платы на блокчейне за использование этого моста. Я надеюсь, что эта функция моста будет реализована. Мы дважды обсуждали это на большом тренинге, а также на этом тренинге. Так что я надеюсь, что теперь с этой функцией моста разобрались. Это функция мост в игре. Что если вы захотите отправить свои 20 BTC из нашего блокчейна? Отключите связь, она еще не работает. У Чавеса есть много вещей, над которыми он собирается поработать в BD20 Smart Chain и лаборатории майнинга. Так что Bridge Out будет доступен сразу после того, как Чавес объявит, что закончил работу над этим проектом. Так что пока вы можете использовать функцию Bridge In, но мы не рекомендуем использовать Bridge Out, потому что она не работает. Я надеюсь, что об этом уже позаботились. Все в порядке. Вот мы и подошли к завершению следующей темы – Bridge. А теперь поменяйтесь местами. Что такое мен? В нашем собственном приложении для майнинга есть функция, которая называется Swap. Так что функция Swap в частности используется для конвертации активов в одном блокчейне. Как и вы, вы можете получить доступ к токенам и монетам нашего блокчейна с помощью этого сканера. Вы можете перейти к сканеру нашего блокчейна. Вы можете перейти в раздел токены и увидеть все токены целиком, и у вас есть список токенов, доступных в нашем блокчейне. Итак, у нас есть ад, у нас есть биотопливо, у нас есть ткак, конечно же в качестве национальной монеты. Так что если вы хотите произвести обмен между ткак и ад, ткак и битопливом, топливом и ад, для этого вам потребуется функция обмена, доступная в нашем приложении для майнинга. Таким образом, независимо от того, какие активы у вас есть на вашем кошельке, вам необходимо подключить свой кошелек. Ваш кошелек уже подключен вот здесь. Вы можете видеть это и любые активы, которые у вас есть на вашем кошельке, вы можете привязать между этими активами. Так что если у меня есть БДК и я хочу продать этот БДК, продажа БДК означает, что вы конвертируете его в стабильную монету или какую-либо другую монету. Так что когда бы вы не захотели, вы могли бы продать свой БДК. Теперь вы видите, что мощность вашего майнингового хэша составляла примерно 98 или 95%. А теперь если цена ткак выросла, возможно до 100, 150 или 200 долларов, вы хотели бы продать свой ткак. Для продажи ткак вам необходимо воспользоваться функцией обмена. Чтобы воспользоваться функцией обмена, у вас на кошельке должен быть ткак. Так что какой бы ткак у вас ни был на кошельке, вы можете обменять его здесь на ад. Итак, мы выбрали МЭКС и выберем токен, который будет равен ад. И только второй токен. Позвольте мне освежить это в памяти. Итак, исходя из текущей цены, какой бы ткак у вас ни был, он будет конвертирован в ад. Это означает, что вы продаете свой BTC за ад. Теперь, когда бы вы не использовали эту функцию, пожалуйста, помните об этом, здесь есть влияние на цену. Влияние на цену. Влияние на цену – это разница между рыночной ценой и той ценой, которую вы получаете, когда используете функцию SWAPA. Это положение было разработано для управления ликвидностью. Таким образом, всякий раз, когда вы будете продавать оптом, это скажется на цене, и вы получите меньшее количество активов. Поэтому наша рекомендация – продавать небольшими партиями. Позвольте мне показать вам, как здесь, когда вы используете только один BDK, существующая цена составляет 62,06. Но когда вы увеличите ее до 10, а может быть до 15 или 20, вы увидите изменения здесь. Здесь влияние на цену составляет менее 0,01%. Влияние на цену составляет менее 0,01. Может быть 25. Так что это влияние на цену будет продолжать меняться. Скажите, что сейчас оно составляет 0,01. Изначально оно было меньше 0,01. Может быть 50. Вы увидите, что сейчас оно составляет 0,02%. Верно? Так что всякий раз, когда вы продаете оптом на этом децентрализованном SWAPA, появляется функция влияния на цену, которая применяется на практике. И в некотором смысле она используется для управления ликвидностью, хотя это не имеет значения. Но, конечно, вы это сделаете, когда будете размещать короткие объемы, таким образом вы получите больше пользы. Так что я надеюсь, что эта функция обмена понятна всем вам. Кроме того, существует комиссия за предоставление ликвидности, которая составляет почти 0,3% и выплачивается поставщикам пула ликвидности. Таким образом, у нас также есть доступный пул ликвидности, и инвесторы могут вкладывать средства в этот пул и получать пассивное вознаграждение. Это совершенно другая функция. Сегодня мы не будем обсуждать это на мастер-тренинге. Просто помните, что обмен – это продажа, и вы знаете, как продать БДК или купить БДК. А теперь еще раз повторю, когда вы будете вводить Ads Bridge In, значит вы хотели бы купить БДК. Итак, что вы можете сделать? Вы можете выбрать ад здесь, и с помощью этого вы сможете купить БДК. Это просто не так ли? Вы просто сделаете обмен и готово. Этот ад будет конвертирован в ваш БДК. Так что люди, которые заинтересованы в покупке БДК напрямую, могут воспользоваться функцией обмена 1 Street Bridge в TRC 20 на BDC 20 ад. И с помощью этого ад вы сможете купить БДК. Хорошо, итак, следующая тема уже обсуждалась. Пул ликвидности не равен 11. Как купить биотопливо? А теперь скажите, что такое биотопливо? Мы уже говорили об этом на предыдущем мастер-тренинге. Итак, вы помните тренинг, и мы показали вам, что такое биотопливо, вы знаете, что оно используется для определения стоимости добычи полезных ископаемых. Таким образом, для каждого НФТ существует норма расхода биотоплива. И этот показатель расхода топлива является фиксированным и в некотором смысле определяет, сколько у вас стоит добыча полезных ископаемых. Таким образом, при любых 50 $ NФТ это составляет 50 $ NФТ. Это будет стоить вам по 3 $ каждый день. И еще 500 $ в день, это будет стоить вам 30 $ каждый день. И 5000 $ в день, это будет стоить вам 300 $ каждый день. Это стоимость добычи полезных ископаемых. Даже при физическом майнинге биткоина существуют расходы, связанные с добычей полезных ископаемых, счета за электричество, интернет, износ оборудования, покупка железа, верно? Таким образом, даже майнинг биткоинов не является бесплатным. Таким образом, здесь также не является бесплатным майнинг т.к. и с этим связана определенная стоимость, которая определяется тем, какой тип нфт у вас есть. Но если вы подключили свой нфт, он начнет взимать плату за топливо би для вас. И вот здесь отображается общее количество топлива би из всех упомянутых нфт. Так вот, это ваше общее количество топлива би, которое было использовано вашей нфт для получения такого количества бдк от добычи полезных ископаемых. Теперь из ежедневного запаса, извините, мы все знаем, что ежедневный запас бдк составляет 7200. Итак, из этих 7200 каждый, кто подключил свой нфт, может получить у нас ведь будут претензии, верно? Таким образом, какой бы тип нфт у вас ни был, это определяет скорость сбора урожая. И при такой скорости сбора урожая, вы получаете бдк ежедневного запаса. Но в соответствии с этим требованием, вам также необходимо оплатить стоимость топлива в рублях. Все в порядке. Получается, что вы уже заявляли об этом. Это ваш актив, но вам нужно изъять его из системы, если вы действительно хотите его использовать. Если вы действительно хотите продать этот бдк на рынке, вам нужно изъять его из системы. Но прежде чем вы его заберете, вам нужно оплатить сборы в BFuel. И это стоимость вашего майнинга тк. Вот столько тк, вот столько бдк топлива вам нужно заплатить. И если вы определите цену в долларах, то цена одного единственного бдк топлива составит 0,125. Это фиксированная величина, постоянная навсегда. Так что, какое бы топливо B у вас здесь ни было, вы можете умножить это на 0,125 и вы получите вот это значение в долларах. И это фактически ваша стоимость добычи полезных ископаемых в долларах, не так ли? Так как же вы определяете, какую прибыль вы получите, заявляя права на этот бдк или собирая его? Итак, первое. Таким образом, 953 бдк обойдутся вам в 106 395 долларов. Так сколько же стоит 1 бдк? Мы просто разделим это на 953,989. Таким образом, моя себестоимость майнинга равна 111. И что, как мы к этому пришли? Вот общее потребление топлива пчелами, а вот общий объем бдк, который я указал. Таким образом, этот объем бдк обошелся мне во столько-то. Итак, для одного бдк это составляет 111 долларов. Так что до тех пор, пока тк не превысит эту цену в 111 долларов, у меня даже, знаете ли, не будет денег. Безубыточность. Я даже, знаете ли, не компенсирую затраты на майнинг. Так что до тех пор, пока бдк не выполнит процесс 111 или, может быть, 112, только после этого я продам свой бдк и только после этого смогу претендовать на прибыль. И это вы можете ясно увидеть на панели мониторинга. Многие люди задавали вопросы, не так ли? Вот моя чистая стоимость топлива би на сумму 106 тысяч долларов, а вот моя чистая стоимость майнд бдк на сумму 59 тысяч долларов. Так что я даже не в состоянии, знаете ли, компенсировать затраты на майнинг с помощью этого, потому что цена на бдк прямо сейчас низкая. Но я знаю, что это 140-летняя программа по добыче полезных ископаемых. И через 140 лет будет много-много случаев, когда я смогу претендовать на получение выгод от бдк, потому что цена будет расти. Чавес делает все, что в его силах. И с бумерангом я уверен, что люди соберут урожай бдк, и когда они соберут этот бдк, куда мы направимся, это добавит ликвидности, и как только ликвидность увеличится, это также увеличит цену на нефть. Так что в конце концов, бдк оценит это по достоинству. Все, что я могу сделать, это удержать и спланировать сбор урожая. Верно. Итак, чтобы собрать бдк, все, что вам нужно, это топливая информация о том, как его купить. Вот здесь у вас есть такая возможность. Вы можете перейти сюда и купить бьюл прямо здесь. Таким образом, даже покупка бьюл – это транзакция на блокчейне. Поэтому вам нужно оплатить комиссию в бдк. Итак, у вас должно быть немного бдк, примерно 0,1 цента, или что-то в этом роде, и у вас должно быть любое количество топлива марки B, которое вы хотите приобрести за такое количество долларов США. Итак, еще раз повторю, что для ввода новых ад потребуется переходный период, верно? Итак, сколько у меня сейчас ад? 130. Сколько у меня бдк? У меня 130 долларов в долларах США. Итак, 130 долларов США с учетом того, сколько я могу купить. Позвольте мне просто подсчитать. Таким образом, 1 литр топлива B равен 0,125. Таким образом, 130 долларов делится всего на 2. Я открою свой экран и сделаю всего второй снимок. Просто дайте мне один второй снимок. Все в порядке. Таким образом, стоимость одного литра топлива составляет 0,125. И сколько у меня стоит 130 долларов США. Итак, при 130 долларах США, сколько стоит топливо B? 10400. Таким образом, 10400 литра топлива B я могу купить за 130 долларов США. Так что вы можете перейти в свою лабораторию майнинга, где есть возможность частично собирать урожай. Так что любое количество, которое вы хотите собрать, вы можете выбрать здесь. Значит, это и есть количество урожая, верно? Процент, который вы можете определить, вы можете выбрать сами, и это необходимое пчелиное топливо. Так что вы можете скопировать его отсюда. Вы можете перейти к разделу пчелиное топливо. Вы можете вставить его сюда и посмотреть, сколько вам потребуется долларов США 59 582. Вот как вы покупаете пчелиное топливо. Хорошо, я надеюсь, что в этой теме также понятно, как покупать пчелиное топливо. Мы уже говорили обо всем этом. Расчеты прибыли у нас уже есть. Я уже объяснил, как вы определяете чистую стоимость ТКК и чистый расход топлива B. Это одно и то же. Так что мы уже рассмотрели все это. Зачем проводить ТКК? Итак, как только вы, ну, знаете, уже собрали ТКК, как только вы извлекли заявленный ТКК из приложения для майнинга и они у вас в кошельке. Так что вы всегда найдете подходящее время, чтобы продать этот ТКК. Конечно же, вы хотели бы спланировать это, потому что этот ТКК проходит путь длиной в 140 лет. А что если? Что вы знаете о биткоине на сегодняшний день? А если вам представится возможность вернуться в 2009 год и добыть БДК или купить БДК, не хотели бы вы его купить? Мы находимся на точном пути развития биткоина, так что в некотором смысле БДК также будет расти в геометрической прогрессии. Так что дождитесь подходящего момента и вы найдете его, потому что мы уже прошли этот путь. Когда началась разработка блокчейна, Чавес знал, что этот момент будет оценен по достоинству. Так вот, когда блокчейн был запущен, этот БДК был оценен в 3 доллара, всего в 3 доллара, и он поднялся до рекордно высокого уровня 87 долларов 80 центов. Представьте, что добыча полезных ископаемых или сбор урожая обходится в 3 доллара, цена монеты 87 долларов. Вот что происходит, вы знаете, это и есть тот положительный момент, который вы тоже можете испытать. У нас есть несколько скриншотов из предыдущего опыта майнинга, например, вы видите этот аккаунт, сеть потребления топлива B составляет 2116, а чистая стоимость майнинга 3152. Выигрыш составляет почти 1000 долларов. Рост составит 560 долларов с 96 долларов до 24 долларов с 561 долларом. И посмотрите на это. Это очень старый скриншот, вы знаете, почти полгода назад. На скриншоте к этому времени чистый доход от потребления BFL был бы таким же, и ткак разума также был бы таким же. Так много всего. Итак, 1571 ткак, чистая стоимость ткак, как показано на текущем скриншоте, составляет 132, а минимальный расход топлива 55. Прирост 77 – вот в чем суть этого захватывающего путешествия по добыче полезных ископаемых. Это не план окупаемости инвестиций. Если вы принимаетесь за это дело с расчетом на окупаемость инвестиций, то это не принесет вам никаких результатов. Так и будет, но вы никогда не оцените это по достоинству. Но это долгий путь, который мы все пройдем с помощью BDK Mining и 140-летнего опыта добычи полезных ископаемых. У вас будет много, очень много случаев, когда BDK оценит это по достоинству, и вы будете претендовать на такой положительный результат. Позвольте мне просто показать вам мое приложение для майнинга, и я помогу вам разобраться в этом очень быстро. И на этом тренировка закончится. После этого мы завершим занятие. Таким образом мы определим стоимость моего майнинга. Итак, сколько у меня есть BDK, я запросил из ежедневного запаса. Это 954 грамма, верно? 954. И какова стоимость добычи с точки зрения топлива или чистой стоимости топлива? Это 106 339 долларов, верно? В долларах США. Верно. И это подводит нас к моей добыче, моя стоимость добычи составляет 111 долларов за ТКК. Это правильно? Это то, что мы рассчитали, верно? Так что до тех пор, пока цена BDK не вырастет до 112 долларов, я даже не смогу покрыть расходы на майнинг, не так ли? Таким образом, текущий курс на данный момент составляет 62 доллара. Это правильно? 6062 доллара, это 62,65 доллара прямо сейчас. Номер 954. Таким образом, если умножить 62 доллара на 954, то получится 59 148 долларов в пересчете на 59 148 долларов. Таким образом, это означает, что я даже не покрываю расходы на добычу полезных ископаемых, не так ли? Моя стоимость добычи составляет 106 долларов. Но что если ставка составит 112 долларов? Верно? Итак, еще раз, 954 умножаем на 112. Получается 106. Так что сейчас я нахожусь на уровне безубыточности 106 тысяч, 106 тысяч. Прямо сейчас я нахожусь на уровне безубыточности. Но что если БДК достигнет, может быть, 150 долларов? Может быть, до 150 долларов, может быть, через месяц, может быть, через пару месяцев, может быть, через 4 месяца. Превратите эти 150 долларов в 954, 143, 100, 143, 1100. Таким образом, стоимость майнинга составляет 106, 106 тысяч, 339 долларов, что составляет 36 тысяч долларов дополнительной прибыли. Или, может быть, мы запишем увеличение прибыли. Тридцать шесть тысяч семьсот шестьдесят один. Вы видите это? Даже после того, как я оплатил стоимость добычи в пересчете на биотопливо в размере 106 долларов, у меня есть преимущество в 36 долларов. Опять же я приведу пример. Что если текущая цена поднимется примерно до 250 долларов до первого сокращения вдвое? Давайте пересчитаем эти 954 долларов 250 долларов. Получается 238 500 долларов, верно? За вычетом фиксированных затрат на сбор урожая. Для этих 954, 106, 339, 1030 или 132 161 долларов сумма не может превышать этого права. Это и есть положительный момент. Можете ли вы себе представить, если цена BTC просто поднимется до 250 долларов? Вот и все, больше ничего. Даже после оплаты газа, стоимость топлива для майнинга составляет 106 тысяч долларов, я все равно получаю прирост в 132 161 доллар. И мы снова, я говорю вам, у меня есть, у нас есть, имея 140-летний опыт добычи полезных ископаемых, может быть через 40, а может быть и через 14 лет. А что, если цена BTC вырастет, может быть всего до 1000 долларов? В чем будет заключаться ваш положительный эффект? Вы можете определить это здесь. Не так ли? Итак, дамы и господа, это ваше захватывающее путешествие в горнодобывающую отрасль, если вы уже начали работать с ТК. Прямо сейчас мы разрабатываем точную дорожную карту биткоина. И я с гордостью могу сказать, что того, чего биткоин достиг за 14 лет с 2009 по 2024 год, мы могли бы достичь возможно до первого сокращения вдвое, возможно после второго сокращения вдвое, может быть через 4-8 лет. А может быть даже через если нам удастся достичь этого в ближайшие 14 лет, то вы, ребята, прямо сейчас находитесь на самом начальном этапе развития горнодобывающей промышленности. Вы все, мы все на самом деле являемся всего лишь первыми майнерами ТК. Это децентрализованный проект, который уже был реализован. Уже в 2120 году 1 миллион БДК были зафиксированы в смарт-контракте. Каждый день выпускается 7200 БДК. Все, что вам нужно сделать, это подключить НФТ и заявить на них права. Вам больше ничего не нужно делать. Вот почему у меня чистая стоимость топлива марки B составляет 106 тысяч долларов, и почему я до сих пор не волнуюсь, потому что в тот момент, когда ТК поднимет цену. Я, возможно, попрошу Лаки одолжить мне несколько сотен тысяч долларов. Я быстро внесу депозит в долларах США, соберу урожай, куплю Бифили Харвест, продам их и верну 100 долларов, возможно, через 15-20 минут верну Лаки. И какая бы прибыль у меня ни была, она будет экспоненциальной. Не так ли? Так что я желаю всем всего наилучшего. Есть много-много интересных продуктов и платформ, которые мы собираемся представить. Следите за обновлениями, доверяйте системе, доверяйте бритвам. Я уже много раз говорил, что иногда он переоценивает свои возможности. Несмотря на то, что у нас накопилось много проблем с бумеранг, я могу это понять, и это действительно расстраивает даже нас самих, как руководителей и тренеров. Это очень расстраивает. Я говорю это и для нас тоже, но то, что мы получим с бумеранг, будет очень-очень полезным. Так что просто продолжайте делать то, что вы делаете. Просто наберитесь терпения, просто держитесь. Вот и все. Мы на пороге освобождения померы. Таким образом, на этом мы подходим к завершению обучения мастеров. Большое вам спасибо за то, что присоединились к этому эксклюзивному разговору. Я позабочусь о том, чтобы вы знали, что по следующим интересным темам мы снова свяжемся на следующем мастер-классе. И я действительно хотел бы пригласить Грейс вернуться на форум, пообщаться с вами и еще раз поблагодарить вас всех. Огромное вам спасибо. Огромное вам спасибо за прекрасную подготовку. Единственное, что я понимаю в обучении, это то, что повторение – это ключ к успеху. Однако, несмотря на это, каждый отдельный тренинг, который вы проводите, является свежим, и вы должны чему-то научиться на нем. Потому что вы способны выразить эти концепции таким образом, чтобы каждый раз было чему поучиться. Так что большое вам спасибо за то, что вы являетесь таким выдающимся тренером, каким являетесь на самом деле. Я действительно ценю то время и энергию, которое вы вкладываете в каждую тренировку, чтобы сделать ее плодотворной для нас. Спасибо вам. Я действительно, знаете ли, влюблен в ШЭС. Я серьезно. Он такой великий, что то, что он делает, является исключительным. И я люблю это сообщество и эти проекты. И именно это, как вы знаете, всегда вдохновляло меня на проведение этого мастер-тренинга. Так что мне всегда было приятно заниматься этим каждую неделю, снова и снова. Спасибо вам всем и благодарим вас, Грейс, за это замечательное вступление, а также за эти комплименты. Спасибо вам. Большое вам спасибо. Всем вам. Большое вам спасибо за то, что присоединились к нам на этом замечательном мероприятии. Я не могу сделать это без вас, потому что это для вас. Так что я дам вам остаток дня на то, чтобы вы впитали и обработали всю эту информацию, потому что я знаю, что вы делали заметки, и лучший способ запомнить это – просмотреть свои записи и вернуться к собеседнику. Кто пригласил вас на этот тренинг? Большое вам всем спасибо за то, что вы здесь. Джей, рад вас видеть, а также Питера и Масака. Спасибо вам всем за то, что вы здесь. Желаю вам хорошо провести день. Пока-пока, Джен. Пока-пока, Бен Марион. Большое вам спасибо за то, что вы здесь, а также за то, что вернулись. Большое вам спасибо. Желаю вам всем чудесно провести остаток дня. Спасибо вам, Хосе, и вашему профсоюзу. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо вам. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо вам.